КССЛ ТВ 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 Ну и на ЕГБ коэффициент на квест 2.8 против 1.3 на аркад. На самом деле, если вы поставите на любую из команд и она выиграет, вы в любом случае неплохо подниметесь. Нельзя сказать, что матч 100% тут очень все даже 50 на 50. Тем более, когда любимый СНГ КС. И у нас тут какие-то проблемы. Джон-то не в качестве тренера не занял его слот, а просто спектратор. Ну, это немножечко не то, все-таки, что требуется в данном матче. Потому что, если вы спектратор, то у вас есть, ну, весьма приятные возможности посмотреть из-за тех, из-за других. Понятно, что так, конечно, не будет происходить. Вы пока что заваривайте себе чаек, кофеечек, что кому приятнее, попкорн разогрейте, бутеров нарежьте, я не знаю, приготовьте пиццу. В общем, сделайте так, чтобы этот гранд-финал вы смотрели в максимальном комфорте. Ну, вот, а мы снова пока что ждем. Как раз есть возможность заварить тот самый прекрасный чаек. Ну, и вот, на самом деле, если немного поговорить о сайт-пике, раз у нас есть время, можно чутка по-офтопить. Мираж даст и кэш. Я бы не сказал, что тут сильно принципиально важен, где чей пик, поскольку, ну, уж больно дефолтные карты для СНГ КС. Вот, был бы вместо карты кэш-инферно вообще дефолт всех дефолтов, но и кэш мы видим регулярно с вами. Поэтому, что та, что другая команда умеет играть эти обе карты, я думаю, что тут не будет явных таких провисов в плане раундов, скилловой составляющей, ну, и тактической подготовки. Стоит надеяться о том, что у нас будет равномерная борьба на всех двух, а то и трех картах. Все-таки Best of 3 есть возможность еще одну карту проиграть. Напоминаю, что если счет будет 15-15, то нас ожидают допчики. И если ничего не поменялось со вчерашнего дня, то система будет МР3-10 тысяч, ну, которая, кстати, достаточно спорная. Но это уже дело организаторов, если им больше нравится такая система. Но вот вчера, в последнем матче, буквально как раз те самые 10 тысяч напротив каждого из игроков решили исход. Противостояние, так как у проигравшего коллектива вчера просто не хватило денег на допах. На третий раунд они играли за защиту и за счет этого пришлось играть с пистолетами и арморами. Но это было уже вчера. Сегодня у нас совершенно другой игровой день. Вы уже посмотрели два зрелищных полуфинала. И вот теперь мы врываемся с вами в финальную часть этого противостояния. Врываемся, правда, немножко неспешно в стиле черепашки. Ну да ладно. Ну, по идее, это не так сложно сделать слот для тренера и, наконец-то, уже стартануть. Хотя, честно говоря, я вот вчера думал, что не так сложно начать допы после команды Рэдди. Двух коллективов, но вот почему-то нет. Ой-ой-ой, кого-то там колбасит. Это у нас Кешандер, судя по всему. Да, его плющит, видимо, каких-то грибочков не тех скушал. Ну и готов врываться на карту Мираж. Снова-таки обратный отсчет. Теперь вроде как все должно работать. Будем надеяться, что тренер на месте. Ну и понеслась. Теперь-то вроде как пистолетка должна стартовать. Стартовать. Но нет. Обратного отсчета снова нет. Уже все затеяли дыхание такие. Ну, понеслась. Подумали. Но нет. Придется дальше ждать. Опять не работает. Анпауз. Воу, как это? Ну, нам тоже интересно, как это. Мы хотим смотреть гранд-финал. Нам интересно узнать, чем закончится это противостояние. Но пока что-то как-то не складывается. Ну да, Джон-то, судя по всему, до сих пор в спектраторах. А, соответственно, нам просто остается надеяться, что он займет нужный слот, как только он появится. Что-то там еще пишут. Но, увы, из-за рекламки тут толком ничего не понять. Вместо фейскрека. Что не так уже с фейскреком? Парень толком пострелять не успел. Только ножичком потыкать своих оппонентов. Не более того, и уже там что-то не так происходит. Ну, а мы только ждем. Ну, я не знаю. Пока что можно еще пройтись по спискам. Игрокам в командах со стороны Аркад у нас. Кешандр, Мир, фейскрек, Колди и Джейер. Со стороны квест выступают Чоппер, Фенни, Роми, Вальтер и Люк. Люк тот самый. Люк, который очень жестко показывал нам игру с АВП. Ну, и в противостоянии против Джейера, который, напомню, является мейн-снайпером в команде Аркад. Если я, конечно, не ошибаюсь, но могут быть определенные трудности как раз у снайпера-аркадовцев. Так как Люк, ну, он неоднократно доказывал, что ВП у него не зря. В руках он очень жестко им владеет. О, есть! Я вижу эту замечательную надпись Джонта. Теперь обучает команду спецназа. Ну, значит, мы, по идее, уже теперь так точно должны скоро врываться в этот великий и неповторимый гранд-финал. Чоппер Стоп пишет. Теперь-то что, друзья? Знаете, вот подшучивали на тему того, что у Федора есть карма накликивать допы. Вот здесь, судя по всему, вот мне осуждено смотреть все эти задержки вместе с вами. Но обратный отсчет третий пошел. Так, карта Мираж. Первая карта, дубль три. Начинаем, возможно, уже на этот раз. С третьего рестарта все-таки эта игра может начаться. Таймер не работает. Почему? Лайв все пишут, анпауз. Ну, пора бы. Пока что смотрим прекрасные пролетики. И да, написали анпауз оба коллектива. Пошел, наконец-то, этот прекрасный таймер. И, значит, мы совсем скоро увидим пистолетку, которая уже обещает быть очень интересной. И, судя по закупу команды Квест, у них очень плотный раскид. Пять смоков, три флешки, три хаешки, два текнайна. Но, судя по всему, да, это раунд под раскидку на аплент. И он может вполне себе получиться, так как сделали акцент все-таки под точку Б, под мидл. А там никого пока что нету. Ну, вот один смок прилетел. И все. Дальше раскидка почему-то еще не пошла. Два смока прилетело. Все. Начинается эта раскидка. Как-то немного запоздало. Но все-таки начинается тот самый врыв. Есть смысл, на самом деле, отдать уже всю точку А игрока Маркейта. И потом уже выбивать пять в пять. Они, собственно говоря, этими занимаются. Понимают, что шансов у них мало. Но JR уже сбивает Вальтера. Колди как-то совсем не попадает. И умирает от люка. Вот вроде излишняя агрессия у Квест. Но при этом еще более-менее она им прощается. Хотя теперь уже начинают погибать все игроки команды Атаки. Кешандер, Фейскрек нарабатывают по своим оппонентам. И убивают абсолютно всех. Так что, а бомбу даже не поставили? Как так-то, друзья? Вышли на плент под раскидку. Абсолютно заняли всю точку. Все в дымах. Игроков защиты на пленте нету, а пакет не установили. Вот это вот интересненько. Интригующее начало от команды Квест. Не знаю, почему так. Но шансы были на установку бомбы. Раз в пять, мне кажется, ее можно было поставить под все позиции. Но почему-то нет. Теперь уже боятся пистолетами, арморами. Квест делают форсбай. Ну, а вот у Аркад достаточно неплохой закуп. Фармганчик и раскидочка. Тейк-9 у Колзи. Скорее всего, копит на АВП. Фейскрек в прыжочке. Чекает выход из апартаментов. Но пока никого там не видит. У него в руках молотов, который может очень много решить для своей команды. Приземляется он кривовато. И врыва-то не избежать. Посмотрите, Чоппер ворвался. Сделал два минуса сразу. Его никто толком не смог остановить. И точка Б снова-таки свободна. Но в этот раз пора уже ставить пакет. Будем надеяться, что да. Тут уже Квесты не сфейлили. Выбивание 3 в 5. Хлсбары проблематичные. У Квестки Шандер уже расправился с люком. Можно вполне такой плент попытаться выбить. Есть раскидка, есть диффуза у стороны защиты. И они пытаются врываться. А вот Фенни говорит, нет, друг мой. Джейер уже никуда не ворвется в этом раунде. И погибает. Ох и жестко Чоппер настреливает. Но все равно пока что живой. Посмотрите. Но погибает. Колди последний каким-то чудом сбрил двоих оппонентов. Время на дефьюз все-таки есть. Буквально последнюю секундочку успевает раздефьюзить бомбу. Колди 3 полкилки Шандер дабл. Не скажу, что выбивание было прям-таки образцовым. Но каким-то чудом оно удалось Аркадам. Хотя позиции Перекрестного Огня должны были делать свое дело. Ну и что придумали квест? Не ждать прочной экономики. В принципе, закуп у них все равно получился еще более-менее. Правда, раскидка подхрамывает очень сильно на обе ноги. Есть два смока, две флешки и одна хе. Зато с точки зрения девайса все неплохо. Два калаша, два галиева. Противостоять им будут АВП. Две эмки, МП-9 и МП-7. Ну, начинается с оппонфрага. Чоппер, парень, который практически в одиночку взял предыдущий раунд. Но он немного не дотянул, уже погиб. Следом за ним на респаун отправляется Вальтер. Остались Фенни, Роми и Люк втроем. Пытаться выходить на точку, а АДЖР не выпускает. Фенни и этот выход захлебываются, не успев толком даже начаться. Два в пять остались квесты. И тут уже у них явные проблемы. Опять же, нету никаких раскидок. Это очень сложно так отыгрывать. Только рассчитывать на подобную стрельбу, как сейчас нам показал господин Люк. Бомба все еще под ямой. Хотят сымитировать выход под точку Б, видимо. Но на самом деле бомбу занести под АПЛЕНД. Но все еще есть Колди, который должен, по идее, быстро стянуться, услышать звук квента. Но парень смотрит Пэлэс. То есть пакет в теории поставить еще даже можно. Кишандр увидел Люка. Сам красный лезть стреляться опасно. Но хелпа к нему тоже прийти вряд ли успеет. Ну вот бежит, бежит мир. Кричит, я спасу тебя, дружище. И делает это на миллион процентов. Забирает в спину Люка. И вот теперь последний Роми с бомбой выходит. Но пакет ему уже поставить, конечно, не дадут. Это 3-0. Аркады на своем пике. Первый стрик из трех раундов забирают достаточно-таки уверенно. Ну и вот снова проблемы по экономике у Квест. У них не было нормального закупа и тогда. Сейчас так совсем все плохо. Оп, курсорчик. Теперь пистолеты. И две флешки. Все, что есть у ребят. Попытаются ворваться мясом на Бплент. Поставить пакет. Раз это получилось. Там был невероятный чоппер. А вот здесь может уже не выйти. Веню уже врывается на плент. Все слепые. Фейс Крэг собирает малинушку. И оформляет квадрокилл. Мир забирает последнего оппонента. Это 4-0. Очень легкий раунд для Аркад. Второй раз они уже так не погибли. Трагично. И готовы дальше играть без ошибок. А Фейс Крэг решил продолжить. Исполнять роль богатого Буратино. Не тратит деньги. До сих пор играет с МП9. Но остальных его тиммейтов уже есть. Достаточно. Пристойный закуп. Один калаш. Два калаша. М-ка и АВП. Мир. Агрессивно отыгрывает мидл. Уже забирает Вальтера. Но там еще Джей. Алюк, который фейлит. И погибает от руки Шандра. Агрессивный мидл сработал. Вот видно, что Аркад просто как у себя дома. Играют. Ходят по всей карте Миражка. Хотя поджимают где угодно. Это работает. Ну и вот квест. Надо, наверное, играть поаккуратнее. Сейчас попытались отыграть быстро мидл. Не получилось. Их законтролили моментально. 5-0. Второй девайсный. И на самом деле первый полноценный девайсный. Тоже ничем хорошим для квест не закончился. Вот он повтор от фейскрека. Учитывая то, что играл против эка. Все сделал отлично. Ну и все. Квест решили уже не размениваться на мелочь. Забить. На экономику два голева, два калаша тэг. На этот раз хоть раскидка получше. Поэтому шансы у них на этот раунд имеются. Все-таки проиграли уже стрик из пяти раундов. И планируют выходить под точку А. Там на приеме Кешандр плюс Колди. Также быстренько перетянется Джейер. На джангл. Как только получит инфу. Колди и Кешандр делают уже по минусу. Готовы принимать этот выход дальше. Колди очень битый. Отличная моменталка. Кешандр под нее блистательно отыгрывает. Врывается в молотов. И уничтожает последнего оппонента. Но просто вот сейчас как детей маленьких громят аркады своих оппонентов. Буквально топят как котят. Ничего не могут сделать квест. Они даже не выходят на точку. И посмотрите на экономику. После повтора обратите на это внимание. Там уже за 10 тысяч у всех игроков. А в защите картина достаточно редкая. Даже несмотря на стрики шести раундов. Мы все знаем, что... Ой-ой-ой, Джейер. Мы все знаем, что Джейер царски отыгрывается ВП. Но речь шла о том, что играя за защиту сложно держать хорошую экономику. Так как очень много денег требуется на закупы. Аркад это получается отлично. Потому что толком никто и не погибает. У них практически без потерь. Отходит каждый раунд. И здесь только Чоппер с Диглом смог тут что-то сделать. Винусанул Колди. А дальше уже Хэппи Стайл не получается. 7-0. Вот вам и начало гранд-финала. Карта Мираж. Нельзя сказать, что Квест не готовый к этой карте. Поскольку к Миражу в СНГ Контер-Страйке готовы, мне кажется, уже все достаточно давно. Попутно чекну, кстати, стату, как Квест играют на этой карте в целом. Чтобы вам рассказать. Ага. У нас тут статистики на Хэлт Ваурге аж один матч. 16-14 против Лэфи Гейнгстер. Спобедили. Но это, конечно, недостаточно статистики, чтобы понять. Потому что матчи на Хэлт Ваурге, видно, не регистрировались в последнее время у команды Квест. Ну и снова-таки опен-фраг. JR в очередной раз показывает, что он царь карты Мираж. Набирают своего оппонента Кишандер и Фейс Крэг также. Расправляются со своими оппонентами. Ну, просто грустно смотреть на самом деле сейчас на Квест. Ребят, как котят. Просто в ванной топят, не жалею. Кишандер 16 тысяч. Только что у него было. Фейс Крэг также. JR 16 тысяч. Ой, друзья, старт гранд-финала какой-то даже немного трагикомичный. Говорил о том, что распинался. Вот, все карты всем известны. Все их часто играют. Готовы бороться. Будет потная катка. Но как-то пока что не видно. 8-0, друзья. Счет. Фейс Крэг получил в ногу от Люка, который, ну, по идее, его даже не видел. Разве что нашу. Кишандер врывается из коннектора. Делает минус, но дальше уже погибает на размене. 4 в 4 плюс биты фейс Крэг. Ну, тут хотя бы на первом тайминге. Все не умерли. У Квест появляются реальные шансы наконец-то взять первый для себя раунд. Посмотрим, воспользуются они им или нет. Бомба все еще находится у нас под респауном. Никуда не спешит. Но, судя по всему, у нас намечается выход под базу B. Если, конечно, все игроки не перестроятся. Люк горит в молотове. Ну, отходит просто. Да, бомба идет тоже в апартаменты. Перетягивается последний игрок под точкой А. Ну и что? Ну, просто врыв в апарты у нас намечается. Только один Вальтер. Выжидает. Будет выходить через шорт, но не выйдет. JR уже его нашел. Убивает мир. Умирает от снайпера команды Квест. Но тут есть еще Фейс Крэг, который нарабатывает уже подвоим оппонентам. Последний Чоппер остался один в три. У него 28 секунд времени. Можно разманцевать, но не с таким-то спреем трагичным. Но поймал уходящим своего оппонента и не заимил. Он все-таки попозже, но расправился с Фейс Крэгом. Остался один в два. Времени меньше. И JR. Дабл кью в этом раунде. Вот говорил о том, что не факт, что справится с Люком. Но проблема в том, что JR дают раскрываться на карте Мираж. А вот у Люка такой возможности практически нет. Во-первых, редко бывает АВП из-за того, что постоянно проигрывают. Ну, а во-вторых, просто их перестреливают на первых же таймингах, когда АВП пытается открыться хоть куда-то. Ну и что? Просто быстрый выход на базу Б у нас намечается. Судя по всему... Ой-ой-ой, какие хаешки залетают моментально! А вот это уже беда. Вольтер лишается практически всего здоровья. Теперь уже у него будут явные трудности в отыгрывании этого раунда. Фейс Крэг на поджиме. Минус два, минус три. Фейс Крэг забирает еще и четвертый. Это Эйс от Фейс Крэка. Парень просто поджал, вышел на всю движуху команды Квест и убил абсолютно всех. Ой, друзья, вот вам и замена. Эйс от Фейс Крэка. Как царь сошел, убил всех. Никто не разменял. Конечно, ну, проигрыши уже для Квест ничего не решают. Проиграли огромнейший стрик. У них есть возможность закупаться. Люк вон даже на ОВП себе нашкрябал. Ой, ну, друзья, не такого гранд-финала, я думаю, ожидали мы. Да и не ожидали те 36% на лаунжу, которые все-таки поставили на коллектив Квест. Я их прекрасно понимаю. Ожидается какого-то месива все-таки в финале, а тут пока нет. Хотя вот Люк, Фейни, наконец-то начали убивать. Поняли, как выглядят аркадовцы. Но Мир делает минус 2. В итоге разменялись 3 в 2. Чоппер находит Мира. Колди остается 1 в 2. Первые возможности, реальные возможности вытащить раунд. Но Колди, если успеет заметить бомбу, если выйдет... Но нет. Пропускает Люка. Тот подбирает пакет. Ой, какой тайминг ужасный. Поймал только что игрок команды Квест. Колди понимает, что это будет выход под базу Б. Идет через шорт. Опять же, Чоппер не ожидает его увидеть там, если просто не зачекает. Ну, тут все решит тайминг. Так, увидел. Увидел. И да, наконец-то, первый раунд Квест забирает свою копилку. Но проблема в том, что им надо взять и оставшиеся 4 для того, чтобы комфортно отыгрывать во второй половине. Повтор от Фейскрека. Вы просто посмотрите. Никаких вам моменталок. Спокойно. Забрал всех. Слопнул девайс на пистолете. Добил последних двоих. Отличная индивидуальная игра. Отличный скилл. Ну, а у аркад, конечно же, огромное количество денег. Поэтому они сильно не парятся из-за этого проигранного раунда. Ну, да. 16-0 не будет. Впрочем, я не думаю, что они сильно рассчитывали на такой счет. Вальтер. Опен фраг. Собирает снайпера команды Эркейд. Вот так вот сразу могут начаться определенные проблемы. Ну, сразу, спустя 10 раундов. Но все-таки показывают, наконец-то, у нас зубы Квест. И готовы еще побороться на пике своих оппонентов. Коуди. Неудачный выход. Все-таки погиб от рук Роми. Следом фейскреки Кишандров. Все-таки делают по минусу и сравняли 3 в 3. Вот только Вальтера никто в джангле почему-то не ожидал. Хотя мидл давно отпустили игроки Эркейд. Бомба выходит под точку А. Живи еще фейскреки Мир, который уже забирает Вальтера. И ситуация 2 в 2. Отличнейший раскид есть еще у игроков Аркейд. Можно им грамотно воспользоваться и попытаться без проблем выбить установленный пакет. Чоппер играет под Пелосом. На троне у нас находится Роми. Интересные позиции, но не до конца. Возможно, хорошие. Один игрок атаки уже спалился. И что, фейскрек? Неужели будет просто молча дебьюзить на морозе? Ну нет, тут такое не прокатывает. Погибает от рук Чоппера. 1 на 1. Мир решил сделать то же самое, но будучи красным, он погибает. Это 10-2. Квест. Проснулись. Взяли уже второй раунд. Но это было, конечно, немного опрометчиво. Оставаясь 2 в 2 с диффузами, можно было бы как-то попытаться разыграть. А набросать смоки, кинуть флешку, рассчитывать, что тебя в нее не убьют. Было слегка опрометчиво. Кстати, тот самый Капитал. Аркад начинает потихонечку иссякать. Максимум на еще один раунд. Им хватит. И то там уже, скорее всего, будут видны Фамасы у нас в закупе. Поэтому Квест, несмотря на ужаснейший старт, имеют реальные шансы набрать еще свою пятерочку раундов за атаку. Ну, Квест пытаются играть, конечно, медленно. Они не раз уже ловились. На этом, когда Аркад жестко поджимают разные позиции, забирают абсолютно всех, кого видят. И это контролить у них далеко не всегда получалось. В итоге решили занять позиции такие холдовые, подождать только Вальтер. Вальтер поднялся наверх-вниз и решил удивить, возможно, кого-то в джангле. Хотя там пока оппонентов как раз нету. Кишандр открывается. По таймингу разминулся с тем же Вальтером. Подсадочка в шарте. Вальтер находит фейскрек, а следом отлетает еще и мир. Бэпоинт практически вскрыт. Остался только Джейер, который промахивается с АВП. И со второго раза не попадает. Не чувствует сбоку своего оппонента. И погибает под перекрестным огнем. Два в пять. Но этот раунд уже должен инзи уходить для коллектива Квест. Остается последний Коудзи, который отправляется сейвить. Чоппер. Десять на десять. Единственный парень, у которого КД один. И он правда очень много делает для своей команды. В этой игре стоит отметить, что фейскрек является лидером по фрагам в своей команде. Четыре MVP, семнадцать на шесть. Вот вам и заменушка такая подвалила. Десять три. Ну, наконец-то. На самом деле это радует. Вот если бы Квест пробыли в спячке на протяжении всей карты Мираж, было бы грустно. Но тем, кто пришел посмотреть на красивый КС, да и поклонникам коллектива, конечно, тоже. А так, ну, хоть ребята просну. И смогут ли повторить успех своих казахских оппонентов? Взять стрик из пятнадцати непонятно. Шансов, конечно, мало, но, по крайней мере, за пять раундов последних за атаку зацепиться. И еще ребята могут. Да, есть еще. Деньги на закуп можно себе позволить затариться. Игрокам аркейт у них абсолютно достойный бай. Четыре МК плюс АВП. Отличнейшая раскидка. Поэтому все у ребят в этом плане здорово. Конечно, противостоять им будет бай. Вальтер пытается занять мидл. Отбрасывает смоук в окно. А вот Фенни уже нашел мира. Фишандер на размене забирает все-таки его. Но тут есть Вальтер на подстраховке. Который не дает выйти аркейт, ну, хотя бы в один на один по количеству игроков. Джейер забирает Роми. Но вот Люк ловит своего оппонента и эту снайперскую дуэль выигрывает. Выжидал этого выпада. И не прогадал. Теперь может еще и минусануть по Эйскрека. Да, отличная игра от Люка. Наконец-то мы видим снайпера команды Квест в действии. Десять, четыре. Ну, учитывая то, сколько раундов взяли, конечно, да. Тут уже проблем с экономикой толком не будет. Да, бай будет похуже. Но не критичный. Четыре МК плюс Фама. Сейчас в закупе в аркейт. Но этого вполне достаточно. Тем более, что есть хорошая раскидка. И одни киты у Джейера. Фейскрек. Ой-ой-ой-ой. Это у нас по Джиме 2 намечается. Правда, вот к нему были готовы Квест. Уже ожидаемое было решение. Раз, работало. Второе, нет. Понимали, что будут как-то пытаться удивлять. Сейчас Квесты... Что их оппоненты будут что-то подобное хитрить. Похалдили. Ну и сделали необходимый первый минус по Фейскреку, который является пока что лидером в этой встрече. Четыре в пять. Бомба идет под точку Б. Команда всем звеном Квест будет двигаться как раз туда. Хотя, возможно, у нас тут намечается даже сплит. Можем видеть. Да, игрок под номером 9. Это Вальтер. Думал, по крайней мере, идти на шорт. Да, и будет отыгрывать оттуда. Но, судя по всему, до него дело может не дойти. Только Кешандер с шорта пытается как-то еще принимать. Забрал одного. Дальше погибает от Люка. Вальтер забирает Колзи. И это все-таки 10-5. Ну, кто бы мог подумать. На самом деле, несмотря на такой плохой старт, напомню, Аркейд взяли стрик из десяти раундов. Квесты смогли соцепиться. Ну, и даже вышли на более-менее комфортный для себя счет. Теперь, если выиграют пистолетку, могут вполне себе еще навязать борьбу на пике своих оппонентов. Не самый лучший старт, но вот продолжение достаточно достойное. Напомню, что вы смотрите Гранд Финал Бинари Драгонс Хеллс Тор Винтер Кап. Заходите на сайт hellstore.net. Заходите на эту рулетку. Попытайте свою удачу. Ставьте скинцы. Выигрывайте скинцы покруче. Также заходите на группу ВКонтакте Бинари Драгонс. Абсолютно так же. Находится у них ссылка в k.com slash binary dragons. Там читайте новости касательно организации, да и киберспорта в целом. Следите за развитием СНГ Counter-Strike, дорогие друзья. Ну, по идее, скоро мы начнем. Хотя Аркейд есть смысл призадуматься, что что-то пошло не так. Сначала проперлись, взяли десятку. Были много красочных моментов. А потом где-то что-то пошло не так. Что называется, 10-5. Итоговый счет могли бы лучше. Судя по началу, по-любому могли бы. Но нет. Кстати, видим, что люк потихонечку врывается в топ. Уже 9-11. Ну и наконец-то пошел обратный отсчет. Скоро у нас стартует вторая половина первой карты гранд-финала этого турнира, дорогие друзья. Ну и вот теперь уже Аркад будут атаковать. Будут пытаться как-то удивить своих оппонентов. Вчитывая то, что как раз они пикнули карту Мираж, стоит рассчитывать на какую-то пару-тройку интересных нашифрованных раундов. Ну и вот она, пистолетка. 4 армора плюс раскидка в атаке. Квест довольствуется 3-мя арморами, диффузами и тоже небольшой раскидочкой. Вальтер. Есть оппон-фраг по Колди. Дальше отходит в джангл, пытается жить и подождать, когда перетянется Хелпа. Забирает еще и следом люк Кешандра. Мир разменивает. 2 в 3. Бомбу Аркейд поставили. Они не повторили ошибку квестов. И уже как минимум экономику себе пробустили. Джейер из ямы делает такой халявный минус. Вешает голову Роми, который в принципе не ожидал там никого увидеть. Чоппер остался последний против троих. У него ХЕшка, но толком ей никак уже воспользоваться у него не выйдет. Погибает. Вот рук Фейс Крэка. Это 11-5. Но вот пистолетку, конечно, стоило взять. Квест там сейчас. Конечно, ребята будут форситься. Понимая, что отыгрывать от счета 13-5 на пике оппонента это не Камильфо. Надо как-то переворачивать. Карту Мираж, но не факт, что получится. Джейер играет с Успом дальше. 3 мак-десятых плюс Каваш. Также у нас в закупе. Интересненько так получается. Квест играют пистолеты плюс Армора у троих игроков. Есть 2 ЦЗшки. Есть 5-7. Дигл по 250. Такой форс реализовать можно. Но, как по мне, для успешной реализации надо как-то удивлять. Дефолтная защита в таких раундах обычно не прокатывает. Все-таки и так оно сейчас и есть. Люк не смог сделать ни единого минуса. Погибает. Хлопа, конечно, уже перетянулась. Но это толку приносит мало. Хотя вот Вальтер минус Покешандру сделал. Дальше уже задавили Роме. Вальтер последний с фармганом. Ну и его не хотят давать засейвить. Подрываются, но если бы еще погибли друг за другом, это была бы боль. Но нет, 12-5. Две потери есть, но не сильно потеряли по деньгам Аркейд. А вот теперь-то квест придется уже делать тот самый экономический раунд. Поскольку попытались зафорситься, перевернуть. Исход второй половины не получилось. Все-таки это совершить. Но вот на самом деле, если вы делаете форс, возможно, есть смысл. Стаг под Б. Пуш-мид-ла. Ну, тут что-то сделать необычное, к чему ваши оппоненты, возможно, были бы не готовы. Пока что фейскрэк получает много дэмэджа. Но вот фени погибают. Мидле. Следом рискует покинуть этот мир игрок в коннекторе. Это был Роме, но предварительно он еще и успел забрать Джейера. Что на самом деле уже неплохо. Бомба лежит в мидле. И как-то не особо спешат ее подбирать игроки. И атаки, потому что в спину уже зашел Вальтер, но не смог реализовать свою хорошую позицию. Погибает от рук Кешандра. Люк плюс Чоппер остались вдвоем. Но, судя по всему, им тут суждено погибнуть. Хоть и хэвусбары говорят о том, что можно побороться, но нет. Первым вышел Коуди, который был с соткой. И без особых трудностей забрал последнего оппонента. Из команды Квест. 13-5. Счет. И вот он, наконец-то, первый девайсный закуп. В исполнении Квест. Закуп хороший. Люк купил себе АВП. Не есть шанс отыграть у снайпера. Реализовать хорошо. АВИК. И Люк пошел в поджиме 2. Интересное решение. Он может его реализовать, но его спугивает. Флешки, смоки полетели. Пришлось отойти в коннектор. Ну, снова-таки, достаточно дефолтная защита. 2 плюс 3. Один смотрит через коннектор мидл. По крайней мере, смотрел, пока его не отсмочил Кешандр. Джейер делает уже минус по Фенни, который находился у нас под Б-плентом. Есть смысл перестроиться звену атаки как раз туда. На приеме только Чоппер. Хаупа еще не перетянулась. Но Люк, судя по всему, собирается именно туда. Вальтер поджимает яму. Собирает огромное количество информации. И Коуди рискует просто поймать для себя ужаснейший тайминг. Вальтер услышал. Будет пытаться выходить в спину. Вот только беда в том, что выйдет он слишком поздно. Б-плент уже практически вскрыли. Остались 2 игрока в кухне, которым суждено погибнуть. С честью мир собирает Роми. Вальтер плюс Люк остались. Более того, снайперу, скорее всего, уже не дадут засейвить. Кешандр спалился. Не смог забрать в спину своего оппонента. Люк пытается эвакуироваться. И пока что у него это даже получается. Вальтер, несмотря на хорошую позицию в спине, не успел дойти все-таки. И приходится тоже сейвить. Ну, даже сделал минус по Кешандру. Следом умер и мир. Но вот только АВП РК смогли отжать. А это, ну, была, наверное, самая главная для них задача. Не позволить Люку засейвить. И вот драгоценный снайперский девайс. Теперь квест, несмотря на то, что даже если засейвят одну М-ку, будут иметь трудности по деньгам огромнейшие. Это при счете 14-5. И это, скорее всего, ну, достаточно простой мираж для команды Аркейд. М-ку тоже не дали засейвить. И вот результат налицо. Приходится, ну, вроде бы эхо смысла делать нет. У камбэчить со счета 15-5 это, ну, слегка Unreal. Но решают сохранять деньги на следующий раунд. Только ЦЗ, Диггал, 5-7. Ну, не более того. В закупе. Но мне кажется, когда вы проигрываете 14-5, уже играть своего не вариант. Но это решение команды. Это их дело. В любом случае у них есть еще, по крайней мере, одна карта. Это то, чтобы показать, что они не хотят уходить со вторым местом. Но, видимо, Мираж им уже не суждено забрать. Все погибают. Но это, конечно, маппоинты. Причем 10 маппоинтов для Аркад. Роми. Сейчас рискует быть задавленным. Но нет, его могут не начекать. Оп, калашик в подгон. Нормально. Теперь есть смысл и посейвить серьезно. Попытаться. Что Роми отчаянно и делает. Но открывается неудачно. Мир его ждал. Именно там увидеть. Вальтер сохраняет. B250. Но это, конечно, толком ничего не приносит. Счет 15-5. И это 10 маппоинтов для команды Аркад. Кстати, Мир погиб. Взорвался на бомбе. Но это, знаете, уже вряд ли что-то решит. Ну и вот он. Решающий закуп. Уверенный. Поскольку ребята сейвили экономику. Они готовы предстать уже в достаточно серьезном закупе. АВП. 4 М. Есть раскидка. Диффуза. Ну. Все на то, чтобы взять этот раунд. Главное, чтобы была еще вера в себя. Венни уже делает опенфраг минус по Кешандру. Начало, конечно, хорошее. Если смогут дотянуть до камбэка, это, конечно, будет эпик. Но пока что об этом говорить рано. Вальтер делает минус по Колди. Уже 3 в 5 играют Аркейд. И, по-моему, ребята немного расслабились. Джейер отлетает от Роми. Ну что, неужели без потерь? Этот раунд закончит коллектив квест. Бомба уже находится под контролем стороны защиты. Фейскрэк делает минус по люку. Отжимает АВП. Пока Фейскрэк жив, говорить о окончании этого раунда в пользу квест рано. А вот с таким таймингом уже можно и поговорить. Вальтер открывается очень удачно. Фейскрэк, который был с гранатой в руках. Тот погибает. Роми также делает минус по миру. Это 15-6. Первый маппоинт квест. Смогли отыграть. Впереди еще 9. Ну, конечно, если будет камбэк, то здорово. Но, конечно, шансов, увы, мало. Ну и вот, пока что снова же есть деньги на баю, аркейд. Хотя этот закуп уже должен быть для них последним. Надо бы заканчивать на этом раунде. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, видимо, не закончил. Потеряли уже Чопера. Защита осталась 4 в 5. Чопер, кстати, один из ключевых игроков, напомню, коллектива квест. По крайней мере, по результату карты Мираж. Да и в целом мы видели неоднократно, как зажигал этот парень, как он блистал. Но вот видно, против аркейд пока что не выходит. Опять же, ну, аркейд никуда не спешат. Бомба все еще под респауном. Никуда не выходит. Но вот Фенни, если откроется, это, конечно, будет большой для него ошибкой. Но, опять же, везет по таймингу, но по стрельбе явно не везет. Погибает Фенни, хотя вышел на игрока, открылась флешкой. Вальтер. Минус по Джейеру, но все еще в меньшинстве играет защита. Кишандр попытался поджать в спину, но не успел. Вальтер эвакуировался. Позиции хорошие, спрейдаун от Кишандра. Поначалу был, ну, слегка неуверенный, но дожал. Теперь только Роми на точке А. Будет пытаться принимать. Люк пока что уже, кстати, нашел. Кишандра! Роми, хорошее открытие, но вот только на размене парень погиб. Люк последний против двоих. Бомбу можно ставить. Теперь вопрос, как отыграть этот клатч раунд Люку. Ну, например, кинуть хорошую ХЕшку, вот только она не долетела. Уверенный хатшот от мира. Это 16-6 и победа коллектива Аркейд на своем пике карте Мираж. Хорошая игра от ребят. Надо отдать им должное. Правда, отыграли на высоком уровне. Но рано еще ставить крест на этом гранд-финале. Определять победителя, потому что впереди еще, как минимум, карта Даст-2. Которую как раз пикнули ребята из квест. Посмотрим, смогут ли они показать уже свою игру на этой карте. Ну, а пока что у нас небольшая пауза. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok